Всем привет! Сегодня у нас наконец-то обещанный бэкстейдж, но это уже вторая часть, первую часть вы смотрите обязательно на канале Милены, а у меня продолжение бэкстейджа. Итак, поехали! Песня не должна обращена быть никуда, должен быть посыл кому-то. Смотри на меня туда или на Наташу. Давай сейчас прям попробуем мощь, дай вдохни. Я в метро, отлюб... Вот, это целое получается. Поезд развил максимальную скорость, это не надо? Я волновалась, это было просто мега-волнительно, но ребята меня подбадривали, поддерживали. Вот куплет, ты же офигенно вообще считала. Прям певица. Серьезно. Подсказывали, где лучше потянуть так, где взять такую-то ноту, и в итоге сделали то, что мы сделали. Это тебе не русалочка? Как будто ты бубнишь, и голос у тебя падает вниз, как будто бы. Я даже не могу это объяснить, когда он вниз падает. Александра? Каждая станция, она как бы тогда получается, вот у меня лично, как получается, да, больше грудной. Как будто ты пьяная, и вот так вот, и уже все. Молодец! Молодец, молодец, молодец. Еще вторая песня. Да? И все. А это вообще веселая, Даня. Да, да. Где ночью будут танцы, у нас метро, а где девчонки на станции. Все, мы можем от у нас метро. Да, было хорошо. Иди, давайте Милену писать. Там хорошо бы было, чтобы Акита и Дженет синхронно были, потому что будет вообще крутяк. И, в принципе, если придумаете, то, ну, вот можно заснять, просто можно Милене скинуть, потому что она тоже танцует. Там в красных ботиночках вылетят, а тут, получается, можно в черных и сильные шнурки, и будет круто. Представляешь, а завтра они выучивают танец, черные девочки с синими волосами и с синими ботинками. Ну, это очень круто. А в другом клипе красные волосы и красные ботинки. Ну, я буду в том, что мы снимались на тестах как бы. Да, 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 стильно. А, и танец, танец с девочками, которые вы видели в Милене, мы отрепетировали буквально этой же ночью до съемок клипа. Я хожу с картой метро и с ведущей по Милену. То есть, по большому счету, меня снимаем, что я там стою, там стою, там стою, там стою. Ищу вот Милену с этой карты, цветопозирую. Короче, танцы, школа танцев, как и какое-то название, ты увидишь, там будет баннер стоять на полу. Ножницы, ножницы, бабочка и вот такая девочка. Правая, дальше вот так, дальше вот так. И дальше вот так сидеть. Самое интересное, что танец придумали девчонки в ночь до съемок видео. Да, вот вас показывают сразу. Мы просто можем на разных локациях присыпать ту фиографию, в разные формы, да, и... Чтобы мы головой махали и... Нет, я не хотела бы именно головой махать, потому что он же динамичный. Хорошо, а лестница... По поводу лестницы, на лестнице раньше, когда вывели, лестница в поводу фильма. То есть вот там, где он ноги закидывал... Да, да, прям... Как раз, да, вот это вот светленно сидим там... И ноги закинем там куда-нибудь... Вот это круто будет. Ой, слушайте, всегда я мечтала над метро, где ногами повисеть в нюкернике. Никогда не села? Ты никогда не села? Вот, вот тут вот, вот как раз этот припев, она стоит просто посередине вагона. А ты не села? Ты включаешь этот трек, и значит все уже классно. Я сегодня даю концерт. На ветке красной, билеты на входе. Очереди в кассы перед двадцать поездок. Соприкоснись с прекрасом, где ночью будут танцы. У нас метро, а где девчонки на станциях? Конечно, в метро. И между нами нет дистанции в толпе и в слоу-мо. Если хочешь найти меня, ищи меня в метро. М это Милена, Милена, это М. Добро пожаловать в метрополитен. М это Милена, Милена, это М. Добро пожаловать в метрополитен. Теперь я расскажу, как мы снимали клип. Мы сначала пошли с Ваней, естественно, искать локации, фотографировать, все делать, тесты. Потому что, как правило, мы это делаем всегда, перед каждым клипом, чтобы на съемках знать, что делать. И я очень переживала, потому что я хотела сначала найти разрешение на съемку. Потому что в метро отличные локации. Честно говоря, если бы нам разрешили снимать метро, и у нас было официальное разрешение, я думаю, что клип был просто чудесный. Но я не смогла найти разрешение. Поэтому все вот эти вот обзоры, Ник Черников говорил про заказ. Но это выглядит абсурдно, Наташа. Что? Ну, карта эта. Почему? Ну, не знаю, смеки она огромная. И когда мы пошли снимать тест, я очень волновалась. Я думала, ну, сейчас будут прогонять, потому что метро снимать запрещено. И все будет очень плохо. И вся моя идея накроется. Но к большой радости нас почему-то не прогоняли. И мы снимали тесты, пели, даже свет принесли. И нам даже прохожие помогали свет держать. Нашелся парень, который нам подпевал. И говорил, что будет ждать песни. Помогал нам снимать. Держал свет. Ты одна не надо, больше этих ждут. Я подумала, все классно. Но во время того, как уже начали проходить съемки, все случилось не так, как мы планировали. К нам тут же стала подходить полиция. А посмотри в отражении, когда будет. Ну, пройдем. Здрасте. Нас выгнали буквально через 10 минут со станции, как только мы пришли. Милена еще не приехала. Она должна была приехать после того, как уже отснимемся сцены. Мы переходили из станции в станцию. Нас, какой-то рапорт на нас хотели писать. Потом меня стали забирать. То есть там постоянно были скандалы, нас выгоняли. Мы приходили на станцию, вставили кадр. Я быстренько начинала петь. И к нам буквально через минуту убежал полицейский. И все прекращало. Поэтому большинство кадров со мной, к сожалению, сняты с первого дубля. За минуту. Разрешение митрополита не имеется? А потом им нужно уже было возвращаться на другую станцию. Как-то менять местоположение, чтобы успеть сделать. Я очень перенемчила. Когда ехала Милена, я думала, что все накроется. Но потом стало немножко получше. То ли они уже привыкли к нам и решили, что мы уж никуда не уйдем. То ли вот эти наши наряды и короны, и как-то на добрый лад настроили. Не знаю. Но как-то подходили не сразу. Мы тем более делали вид, что мы фотографируем. Мы снимали на фотоаппарат. А я непосредственно учила этот танец в день съемок. То есть, когда мы уже снимали, я учила в вагонах, на станциях. Мне девочки показывали. Я что-то там учила. И непосредственно на съемках я уже все доучила. И мы продолжали снимать. Так что это было настолько, вот так, знаете, волнительно и быстро, резко. Так что это классно. Если бы, в принципе, у нас было разрешение, мы могли, конечно, сеть очень красиво. Вы сами понимаете. Потому что метро очень красивые локации. Если бы у нас был настоящий профессиональный свет. Если бы мы могли принести технику и камеры, то, конечно, все было гораздо лучше. Если бы мне заплатили деньги, то это, само собой, было намного выше, чем то, что получилось. Но я думаю, из тех условий, которые были, это вышло хорошо. Танцы делались вообще смешно. То есть девчонки вставали, начинали танцевать. У нас был один, например, танец или два. И к нам подбегали полицейские со всех сторон. На одной станции нам даже подбежали с двух патрулей. И это вот было действительно обидно, потому что уже метро закрывалось. И мы не успели доснять главные сцены танцев, которые я хотела. И они подбежали и ни в какую просто говорили, что нас заберут в полицию, будут разборки. Нам не разрешили доснять. И самые вот эти вот главные сцены танцев были уже сняты после закрытия метро. Для ночи будут танцы у нас метро. Когда все расходились домой. Мы приехали на Киевскую и говорили, девчонки, давайте рискнем. Последний раз, пока мы не вышли из метро. И, видимо, это была совсем наглость. И нас не прогнали. И мы досняли вот эти вот сцены, когда уже метро было закрыто. Снимали мы в итоге в течение трех дней. Буквально по часу, по два в остальные дни. Именно из-за того, что нас прогоняли. А знаете, ты королева по всем, где проходит дальше? Да, 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 да. Ты как в детстве снимаешься, чувак. Вот здесь у нас все очень добрые полицейские. Мы бы вас не прогоняли, мы вас видели, как вы танцуете. Мы просто смотрели, но нас типа вызвали и могли уволить. Когда клип будет, мы будем смотреть. Реально, мы ждем ваш клип. Еще очень смешно, что потом полицейские нашли меня в ВКонтакте. Написали мне то, что им очень нравилось, как девочки танцуют. Им очень нравилась эта королева. И они бы, если бы их возможность была, они бы разрешили нам снимать. Но, к сожалению, начальство бы их уволило. И поэтому им приходилось нас прогонять. Сказали, что очень ждут клип. Ссылочку скинь, пожалуйста, нам. Говорили. Если что, полиции, привет. В итоге, я очень довольна, как вы сделали. Так вот, мы его сняли. Мы были в шоке, когда нам написали РУТВ и пригласили нас в прямой эфир. Нам очень нужно будет, чтобы вы за нас проголосовали. И если мы наберем много голосов, то наш клип будет крутиться постоянно по РУТВ. По-моему, это просто уровень. Это классно. И мы очень на вас надеемся. И еще это не последний клип из Наташи. У нас уже есть идеи и заготовки для будущего клипа и песни. Так что, если вы ждете и жаждете поскорее увидеть, то, пожалуйста, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал Наташи. Подписывайтесь на мой канал. И ждите. Скоро все будет. После того, как мы сняли клип, мы заявили с Миленой, что он выходит 6-го числа. Но оставалось очень мало времени. И чтобы успеть в срок, мне пришлось 3 ночи не спать и не есть и монтировать. Но в итоге мы успели, хоть и задержали на ночь. И поэтому вам огромное спасибо за такую поддержку. Это первое видео, которое набрало 2 миллиона просмотров на моем канале. И видео вышло первое по количеству просмотров у Милены. Мы были очень счастливы, что в итоге РУТВ взяло наш клип и пригласило нас в передачу. В следующий раз, в следующем видео я покажу вам, что было на РУТВ. Итак, спасибо вам за просмотр. Если вы не видели начало бэкстейджа, то обязательно переходите к Милене. Там у нее как все это начиналось и как мы записывали на студии песню. И нам очень приятно, что вы поддерживали клип и что взяли наш клип РУТВ. Нам нужна будет ваша поддержка, чтобы вы голосовали на РУТВ за наш клип. Все счастливо. Пока мы планируем с Миленой еще снять клип в будущем. Как мы вам и обещали. Да, так что ждите. Подписывайтесь, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Милену. Ставьте лайки. Да, и пока. Пока.